Та игла, с которой мы спрыгивать должны, называется банковские кредиты. Потому что давали им нам щедрой рукой, прописывали штрафы тоже по-взрослому. Поэтому, если вы и хотите брать кредиты, то я вас отговариваю. Не надо этого делать. Не надо брать ипотеку, потому что любой банк первоначально списывает проценты. Что? Что-таки глаза круглые? Да-да-да. То есть взяли 3 миллиона, первые 5 лет, первые 10 лет платят только проценты. Тело кредит практически не уменьшается. Нормально? Ну, а так думайте головой. Думайте головой и действуйте руками. Как это сделали специалисты Центра по замене масел Феникс? Придумали, реализовали, купили оборудование. И сегодня и сейчас бюджетная замена масла от 500 рублей. Причем вы можете лить как синтетику, так и минералку. И либо привозить свое. Но фильтра есть в наличии, промывки тоже. Кроме всего прочего, есть оборудование для замены масла гидроусилители, коробки-автомати. Ну вот еще один пример, как в центре города, на пересечении улицы Советской и Дружбы, вот здесь вот, в М-Газе бывшем, организован замечательный сервис. Куда вас, собственно говоря, мы сегодня и приглашаем. Да не в жизнь. Ни одна из ТО, ни один мега раскрученный и мега продвинутый сервис не в состоянии обслужить все автомобили города Металлургов. Поэтому больше сервисов и больше сервисов хороших и недорогих. В нормальных странах и городах в принципе такие находятся на каждой заправке. Но не каждая заправка города Магнитогорска имеет теплые боксы. И куда ехать? На Кудыкину гору? Вариант в центре города, проходной нужен. И такое есть на Советской 70. В нашей повседневной жизни автомобиль, по-моему, член семьи. А у члена семьи должен быть собственный автомобильный доктор. Есть он у вас? Да, есть. Вот ребята переехали сюда. Мне они здесь работают, очень нравятся. Делают быстро, качественно и, главное, недорого. Что они у меня делают? Ну давайте, попробуем проконсультировать. Мне поменяли колеса зимние на летние. Залили масло. Вот еще надо промыть, форсунки будет. Все есть. Относительно, какие нужны, что нужны. Но мне самое главное, я до сюда езжаю, выхожу с машины и больше ни о чем не думаю. Сажусь обратно, уезжаю, все отлично. Все. Автолюбитель со стажем. Владелец собственного сервиса, который умеет из жестянки сделать машину. То есть, ну, из вот этой бесформенной кучи. Почему сюда приехали? Ну, потому что, скажем, недорого. В любое время я всех своих клиентов рекомендую сюда подъезжать. Довольно-таки недорого и качественно. То есть, сейчас вопрос цены и качества превыше всего? Да, конечно. Потому что, довольно-таки, ну, деньги на дороге не валяются. И как-то все равно считаешь, думаешь, считаешь, где подешевле. И, конечно, находишь. Давайте посоветуем, что можно автомобилисту делать, как деньги сэкономить. Стоит ли летом ездить на синтетике дорогущей? Да, я думаю, нет. Тут практически, я вот, допустим, на полусинтетике ездию. А зимой бывает синтетику заливаю. Но все равно как-то просчитываю. Ну, получается, экономически всего ездить на полусинтетике. И заливать нормальные бюджетные масла? Да. Довольно-таки неплохо. Рано или поздно, но тенденции остается. Каждый самостоятельный человек с головой и руками может и обязан организовать свой бизнес. Это четвертое задание. После дома, дерева и ребенка. Зная по собственному опыту уровень и квалификацию данного специалиста, можно сказать, дело пойдет. И дело идет в то время, когда даже самый щедрый когда-то на кошелек, офигев от экономического роста России, закончивший период рецессии, научился считать деньги. Здесь, в центре экспресс замены рабочей жидкости, тормозных колодок и фильтров, а также шиномонтажа, это делают легко. Птица Феникс умела восстанавливаться, во многом благодаря своим жизненным силам. Ваш сервис, какие жизненные силы может влить в авто? Мы сейчас находимся на пороге того самого переломного момента, когда человек думает, что либо надо сэкономить, либо пойти и найти что-то достойное и дешевое. Ну, здесь как бы у нас мультибрендовый сервис, то есть масла есть на любого потребителя, скажем так. И бюджетный вариант, и кто хочет залить хорошее масло есть, там Кастроу, Бридж Петролиум, Виска в частности, есть Лукоил. Ну, мы можем говорить о том, что, в принципе, все масла одинаковые, да? Но кто-то хочет пораньше и почаще менять, заливает более дешевое. Кто-то хочет ездить на более дорогих синтетических маслах, это его право. Есть ли у вас такие масла производства, допустим, Канады, Америки? Да, конечно, есть. Это, допустим, Петроканада масло. Оно как бы бюджетное и, вроде того, и качественное. Поэтому Петроканада довольно хорошее масло. В Канаде широко используется. И ценовая категория у него довольно-таки невысокая. Но если мы зальем Бридж Петролиум, либо Шелл, либо Кастрол, во сколько нам обойдется замена масла? Ну, по БП я скажу, что, допустим, если полусинтетику менять с промывочным маслом, с маслным фильтром на десятки, это тысяча рублей. Вот. Если синтетика, то это тысяча триста. Вот. А если это Лукоил? Лукоил – это порядка пятисот рублей. А Петроканада? Петроканада – рублей семьсот. Вот так вот. Можно спокойно приехать и не платить бешеные деньги. А если мне нужны фильтра поменять, промыть инжектор, АТФ заменить? Это все в наличии. Оригинальные масла на любые автомобили имеются. Хоть в коробку, хоть в двигатель. Там Toyota, Nissan – это все в наличии есть. Фильтра тоже, в принципе, на все есть. Салонные, воздушные, топливные. То есть, чистый японец, который предпочитает масло, допустим, Enios, может к вам приехать? Конечно. Хоть Enios, хоть ГТ-шное масло. Есть любое.